Приветствую всех зрителей телеканала Самара ГИС в студии Универсальный формат. Меня зовут Юлия Север. Что ж, всегда мы здесь собираемся в этой студии, чтобы обсуждать какие-то актуальные темы, интересные вопросы. Сегодня не исключение. Кстати, вы можете присоединиться к нам, 202-11-22, это телефон нашего прямого эфира. Задавайте свои вопросы нашим гостям, ждите розыгрыша призов. Сегодня, кстати, разыграем для вас билеты на концерт группы «Самое большое, простое число», который состоится уже сегодня. Ну и билеты на концерт Волжского хора. Ждите с нетерпением и следите за эфиром внимательней. Что ж, для начала давайте представлю вам нашего первого гостя. Когда представлю, думаю, сразу вы поймете, о чем пойдет у нас сегодня речь. Итак, знакомьтесь, Илья Владимирович Семкович, директор ООО «Водоучет». Здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно говоря, сегодня поговорим на актуальные вопросы о замене счетчиков, вообще, как следить за своими расходами, да, по поводу потребления воды. Вот, я думаю, тема актуальна для многих, для всех практически, да? Есть такое. По крайней мере, те, кто разбирает квитанции, те, кто занимается какими-то домашними, такими коммунальными вопросами, тот обязательно должен посмотреть наш эфир сегодня. Итак, давайте перейдем сразу к вам, сразу к делу. Скажите, пожалуйста, что такое замена счетчиков и вообще, как часто нужно проводить эту процедуру? Что это за процедура? Ну, вообще, непосредственно мы занимаемся поверкой счетчиков. Что такое поверка? Что такое поверка? Это определение метрологических характеристик прибора, прибора учета, который установлен, в принципе, в каждой квартире, и мы сравним его характеристики с допустимыми погрешностями. То есть, собственно говоря, мы понимаем, правильно наш счетчик считает воду? Все верно, абсолютно точно, с вами согласен. А какая-то есть погрешность все-таки? То есть, она возможна, есть допустимая? Да, есть допустимая, они нормируются, в основном это в паспорте указывается эта погрешность, есть методики проведения поверки, там эта погрешность указывается. Соответственно, прибор при поверке не должен превышать допустимую погрешность. А кто должен следить за тем, что истекает срок счетчика? Сам жилец, либо как-то? Сейчас эти отношения урегулированы, значит, постановлением правительства в 1354, где сказано то, что непосредственно сам собственник жилья должен следить за тем, просрочен у него прибор. Не просрочен прибор. Хорошо, как часто нужно проводить проверку? Ну, согласно, опять же, тому же постановлению правительства, существует межпроверочный интервал на каждый прибор учет. Для холодных счетчиков воды это, как правило, 6 лет, для горячих это 4 года. Вот эти сроки, объясню, откуда они взялись, они устанавливаются на заводе-изготовителе посредством проведения испытаний. То есть при утверждении типа средств измерения устанавливается межпроверочный интервал на каждый прибор. А если все-таки не произвести проверку счетчика своевременно, чем это грозит, что может случиться? Это чревато последствиями. Какими? Слишком серьезно, а не слишком серьезно? Управляющие организации вправе начислять по среднему ежемесячному нормативу потребления. Они достаточно велики, скажем так, и существенно бьют по карману потребителей коммунальных услуг. То есть самое серьезное последствие это наш бюджет, который учекает? Да, ежемесячно будете переплачивать, скажем так, за коммунальные услуги завода. Чтобы не бил, опять же, по кошельку, нужно следить за... Да, все верно. Хорошо. Ну, все равно так или иначе, да, если жилет сам отслеживает состояние своего счетчика, но все-таки, как известно, да, что организация проводит эту проверку счетчиков. Какие организации, любые ли можно обратиться за услугами к любой организации, либо какие-то, не знаю, какой-то перечень есть? Вообще, как понять, кому прийти вот с таким вопросом? Да, смотрите, здесь достаточно жесткий отбор, скажем так, такая жесткая система лицензирования, то есть аккредитации. То есть фирма должна пройти процедуру аккредитации в национальной системе аккредитации. Соответственно, получить лицензию, так называемый аттестат аккредитации. Если он имеет место быть у этой фирмы, соответственно, эта фирма компетентна на проведение данного вида работ. Ну и, собственно говоря, фирма, которую представляете вы, получила? Да, все верно, мы получили. Также у нас масса преимуществ, скажем так, по сравнению с другими фирмами. Это то, что мы, соответственно, имеем документы всеразрешающие, которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Наши документы, выданные после поверки, имеют юридическую силу. Соответственно, с этими документами можно обратиться в соответствующий орган и поставить свой счетчик на коммерческий учет. Вот по нему производить расчет. Также у нас очень... Преимущества, да. Да, у нас также квалифицированный штат специалистов, метрологов. То есть они высокопрофессиональные, обученные и аттестованные, самое главное. Имеют многолетний опыт работы и профессионально выполняют свои обязанности. Быстро и качественно выполняют работу. Кроме того, что есть все документы нормативные, которые необходимы для поверки счетчиков, кроме квалифицированных специалистов, которые трудятся у вас в компании, что еще? Какие еще преимущества обладают? Есть оборудование специальное. То есть оно высокоточное, очень современное и аттестованное, в установленном порядке. Соответственно, позволяет более достоверно определить погрешность счетчиков воды и тех же самых. Еще есть какие-то, быть может? Да, непосредственно скажу так. Если счетчик-поверку не проходит в нашей организации, то мы с заказчика деньги не взимаем. К тому же у нас очень выгодные условия оплаты. То есть 600 рублей это для граждан, для всех соответственно, 550 для льготной категории граждан. Вот. Ну что еще могу сказать? А о сроках? Как вообще? Сколько времени необходимо выделить человеку, чтобы вот как-то произвести поверку счетчиков? Ну, мы работаем очень оперативно, скажем так, в течение одного-пяти дней с момента подачи заявки. Кстати говоря, заявку можно подать по телефону нашему, это 989-29-51, либо оставить на официальном сайте, водоучет63.ru. Заявка легкая, все справятся? Да, все справятся. Мы непосредственно работаем, с населением проводим, поэтому ничего сложного, проблем не возникнет. То есть не так, что заполнить очень много бланков, пунктов, ответить на секретные вопросы. Нет, все просто, доступно. То есть любой человек, у которого есть интернет, подвластно справится с такой заявкой. Да, интернет и телефон, в принципе. Интернет и телефон. Кстати, и интернет, адрес сайта, я имею в виду, телефоны указаны у вас на экране. Давайте еще напомним адрес, где он находится. Мы находимся в торговом центре НОТА, Московское шоссе 284А, офис 614. Если что, какие-то вопросы, я думаю, можно лично прогуляться, если что. Конечно. Так, ну, кроме того, что мы обговорили, это и коммерчески незатратно, я имею в виду, проверка счетчиков, это и быстро заявка в кратчайший срок. После того, как сделана проверка, да, есть пакет документов, который, так поняла, отдается заказчику. Да, все верно. Это есть свидетельство о поверке непосредственно, договор с заказчиком, с потребителем, скажем так, квитанции, соответственно, и копия аттестата аккредитации. Также мы сейчас предлагаем выгодные условия для сотрудничества с ТСЖ, управляющими компаниями, жилищными кооперативами. То есть достаточно выгодные условия. Угу. Не только индивидуальных, скажем так, жителей города Самара, но и руководитель ТСЖ призывается к сотрудничеству. Да, все верно. Хорошо. Ну, вначале мной был задан вопрос все-таки о замене счетчиков. Вот замена или поверка счетчиков. Скажите, пожалуйста, в чем разница, собственно говоря, что лучше? Ну, рассказывайте нам, раскрывайте вопросы. Значит, смотрите, вот как получается. Средний срок службы счетчиков – это 12 лет в среднем идет, но так как у нас есть и разные модели счетчиков, соответственно, может быть и 8 лет, и 30, но у нас жесткая вода, скажем так, в водопроводе, и, соответственно, условия эксплуатации не позволяют долго эксплуатировать счетчик. Поэтому вот как раз в среднем это 12 лет. Что хочу сказать по замене это и поверке. Замена, скажем так, она в два раза в среднем затратнее, чем поверка, стоит дороже. Потому что, соответственно, когда мы меняем счетчик, мы его должны демонтировать старый. А, соответственно, может быть там старые трубы, резьбовые соединения нарушены. И можно, в принципе, повредить непосредственно сам счетчик, сами трубы, резьбу сорвать. Плюс ко всему они расположены, бывают в труднодоступных местах. То есть очень сложно демонтировать этот счетчик, скажем так. Ну, важно еще отметить то, что 10-15% счетчиков поверку не проходят, поэтому выбирать именно потребителю получше. То есть, в принципе, вы не призываете конкретно выбирать там либо замену, либо поверку. Нет, у каждого, скажем так, индивидуальный подход к каждому клиенту. Там уже приезжаете, на месте разбираетесь, понимаем. Ну и, собственно говоря, 12 лет службы – это достаточно серьезный срок. Можно поставить, забыть, я имею в виду, о замене счетчика и просто делать регулярно. Поверку, да, или менять. Ну, разницы никакой. Хорошо. Ну, буквально, когда сегодня рассказывал коллегам то, что ко мне придут люди именно с той области, рассказала она мне такую историю, что недавно буквально ей на телефон, на домашний, позвонили, сказали то, что необходимо ей срочно заменить счетчики. По какой системе они узнали, что ее счетчики вышли из строя, она, к сожалению, не поняла. Вот. Ну, собственно говоря, вот такой звонок поступил. С таким сюжетом, что дальше делать? Вот разворачиваешь такой сюжет. Звонят. Это мошенники, либо действительно это может быть на самом деле, что необходимо уже председать какую-то замену, либо поверку счетчика? Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, имеет место быть такие прецеденты, как холодные звонки, скажем так. Как правило, это звонят пенсионерам, которых сложно очень обмануть. В большинстве случаев это, скорее всего, мошенники являются. В чем мошеннические действия связаны с тем, что завышают цены, навязывают какие-то дополнительные услуги. Хотя срок поверки еще не подошел. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим уважаемым гражданам. Будьте бдительны. И если все-таки вам позвонили и пытаются навязать данную услугу, то я бы посоветовал обратиться в вашу управляющую компанию или обслуживающую организацию и узнать окончание срока поверки. Также можно проверить лицензию данной фирмы на сайте Федеральной службы по аккредитации. То есть опять напоминаем, что не каждая фирма может оказать эту услугу. Необходимо понять, есть ли у нее аккредитация, есть ли у нее необходимые документы. Проверить можно онлайн. Да, можно онлайн через сайт. Что ж, ну давайте подводить итоги нашей беседы. Собственно говоря, пробежимся еще раз по самым основным моментам, которые сегодня обсудили. Поверка счетчика – это процедура необходимая, процедура регулярная. Да. Понять то, что она необходима, еще раз, как должен жилец? Ну, как правило, он должен обратиться в свою управляющую компанию. Или если, не дай бог, мы пришли платежки с завышенными коэффициентами и, соответственно, отчислили больше, то это уже первый звоночек, что надо проверять счетчик. Если не устраивает вас цена в графе за коммунальные услуги, да, то, что это уже, собственно говоря, первый звонок задуматься. А действительно ли мои счетчики считают правильно потребляемую воду? Хорошо. Дальше. О чистоте, собственно говоря, поверки сказали, что по необходимости. Лучше смотреть в паспорте, там в паспорте указано срок проведения. Срок службы, давайте еще раз напомним, счетчика примерно. В среднем 12 лет, и в течение 12 лет надо периодически поверять счетчик, либо менять на новый. 12 лет. Ну, есть индивидуальные, опять же, которые есть и меньше, в это 8 лет. Есть меньше и больше. Есть 30 лет, но это все указано в паспорте, когда мы приобретаем счетчик. Дальше. Чем может грозить несвоевременное, еще раз говорим, опять же... Завышенная плата. Завышенная плата коммунальных услуг. Ну, и то, что ваша компания действительно имеет все необходимые документы. Документы, персонал и возможности, скажем так. И возможности. Хорошо. Ну, собственно говоря, и давайте рассмотрим, ну, сама процедуру. Вот пришли люди. Сколько, во-первых, работников, сколько сотрудников бывает, чтобы понять, сколько встречать? Как правило, это один человек. Это один человек. Да, один человек. Приходит с переносным поверочным оборудованием, ну, в виде чемоданчика, так скажем. Бывает, зачастую с ноутбуком еще приходит, помимо этого всего. То есть сама процедура занимает 20-30 минут, не более того. Пришел, поверил. Какие-то документы необходимо подготовить перед проверкой? Я имею в виду жильцам квартир. Да, вот желательно подготовить паспорт на счетчик. Доступ к счетчику обеспечить желательно. Ну, и акт водоэксплуатации, соответственно. Слушайте, паспорт на счетчик, это обязательно. Потому что я вот сейчас, к примеру, вы мне сказали паспорт на счетчик. Я судорожно начинаю вспоминать, где же он у меня есть. Если вдруг вот такого документа нет, как это возможно? Как правило, управляющая компания не составляет труда восстановить. Они отправляют запрос заводу-изготовителю. Ну, если вдруг паспорта нет, то ничего страшного, поверим, без паспорта. То есть, в принципе, как-то есть возможность восстановить это, есть возможность проверить. Это, скажем, желательно, чтобы был паспорт. Ну, и по датам, и процедуре, собственно говоря, подачи заявления на проверку, на поверку счетчиков, давайте проговорим с вами. Где, как, за какое время необходимо? Ну, до истечения межповерочного интервала. Как правило, мы звоним в свою управляющую компанию, как потребители, и узнаем, когда вам подходит срок, допустим. Они нам говорят, когда подходит срок, и можно в этот же день даже вызвать мастера на поверку нашей организации. Опять же, телефон, интернет, любой из удобных... Любой из удобных способов связи, конечно. Ну, что ж, подводя итог, что можете пожелать, не знаю, своим клиентам, своим сотрудникам? Ну, и какое-то резюме от вас? Ну, хочу пожелать нашим гражданам, пожалуйста, следите за своими коммунальными ресурсами, которые вы потребляете. Своевременно делайте поверку во избежание завышенных нормативов за потребление. Ну, здоровье, конечно, самое главное. Сотрудникам? Сотрудникам. Ну, профессионализм. Профессионализм. Чтобы умели общаться с клиентами? Конечно. Мы непосредственно взаимодействуем же с людьми. Взаимодействовать будем и дальше. Будем надеяться на плодотворное сотрудничество, скажем так, со стороны жильцов. Что ж, Илья, спасибо вам большое. Напоминаем, что во время эфира вы видели телефоны, адрес компании, куда вы можете обратиться со своими вопросами, если моих вопросов вам не хватило. Спасибо, что ответили на столь актуальную тему. Вам всего хорошего. Что ж, ну, а мы смотрим с вами небольшой сюжет и возвращаемся в эту студию. Встречаем новых гостей. Осень всем хорошая. И погода хорошая, и дождь тоже хорошая. Осень есть осень. У меня осенью вот дочка родилась, Александра. Поэтому это мое любимое время года. Ну, а так осень – это пора такая, когда мы в лес ходим, мы по грибы ходим, мы с ней уже гуляем вовсю. Красивый пейзаж, желтые листья. Вот выходной в лесу был, вот там радостно. Грибы собирали. Грустная радость. Нет комаров, мух, как писал великий поэт. Ну и плюс меланхолия какая-то. Приятно посидеть дома за чашечкой чая. Ушло прекрасное лето, впереди прекрасная зима. Наступила прекрасная осень. Ну, чем она хороша? Заканчивается год, наверное. Не знаю, как… Я не знаю, чем… Я лично не люблю осень. Это на самом деле прекрасное время года. Желтые листья, когда ты гуляешь по парку. Это очень-очень красиво. Листьями. Учебой. Да, учебой очень нравится. И листья желтые красивые. Осень – это начало будущего. Точно так же, как весна. У нас есть весенние равенодействия, и осенние. Поэтому осень – это начало будущего. Осень – красками, конечно же. Разнообразим красок. И вот таким вот дожечком грибным. У каждого… У природы, говорят, нет плохой погоды. И каждое время года хороша по-своему. Ну, чем хороша? Ну, наверное, это, возможно, какое-то завершение какого-то определенного периода и надежда на что-то новое. Программа «Универсальный формат» вновь в эфире. 202.11.22. Напоминаю вам телефон нашего прямого эфира. Напоминаю неспроста. Дело в том, что сейчас именно будем разыгрывать первый приз. Это билеты на концерт группы «Самое большое простое число». Вопрос, собственно говоря, связан с историей этой группы. В каком году вышел первый альбом группы «Самое большое простое число»? 202.11.22. Ответите верно. Уже сегодня отправитесь на концерт в «Ночной клуб «Звезда». Поэтому поспешите, пожалуйста, с ответом. Что ж, ну а тем временем, пока вы думаете, тем временем, пока вы ищите ответ на мой вопрос. Кстати, простой вопрос. Вам представляю наших следующих гостей. Совсем скоро в Самаре пройдет прекрасное мероприятие, благотворительная акция «Йога во благо». И вот как раз эти девушки, которые расположились напротив меня, знают все об этом мероприятии. Ну и, собственно говоря, и проводят его. Правильно? Так, давайте буду представлять каждого поименно. Посерединке у нас Татьяна Кирпичникова, директор и преподаватель Самарского центра йоги Айргара. Правильно? Да. Так, в желтом прекрасном горчичном платье у нас Светлана Виноградова, председатель правления некоммерческой организации «Самарская федерация йоги». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в строгом костюме, но, я думаю, с мило-очарательной улыбкой не строгой, Надежда Голубкова, заместитель председателя благотворительного фонда «Личное участие». Так, девушки, рассказывайте, почему, собственно говоря, заместитель председателя фонда «Личное участие» и Федерация йоги объединились вместе, что же это за мероприятие пройдет у нас 20 сентября, если я не ошибаюсь. Рассказывайте. Да, 20 сентября в Самаре впервые пройдет благотворительное мероприятие «Йога во благо». Что это такое? На этом мероприятии будут предоставлены занятия, ознакомительные для всех новичков, для всех родителей, детей, для всех тех, кто хочет заниматься йогой. Что здесь мы хотим увидеть? Мы хотим, конечно, увидеть всех жителей города Самары, привлечь их к здоровому образу жизни и, во-вторых, всех людей, кто неравнодушен к проблемам людей и в оказании помощи им. В этом, конечно, нам поможет благотворительный фонд «Личное участие». И также с нами студия йоги «Айнгар», где тоже будут принимать инструктора этой студии. Я думаю, Татьяна сейчас расскажет об этом. Все инструктора, которые будут также благотворительно, безвозмездно делиться знаниями со всеми жителями. Я так понимаю, что инициатива проведения такого интересного дня все-таки от Федерации йоги. А как поддержала благотворительный фонд? С радостью рассматривали, долго ли думали, либо, наоборот, как услышали, так сразу сказали, да, наша тема. Мы согласились сразу, как только услышали, потому что среди наших проектов, очень разнонаправленных, разноплановых, есть и спортивные тоже. Для нас это близко, помощь спорту, привлечение людей к спорту и обращение за помощью к людям, которые понимают, что такое вести здоровый образ жизни, да, там, хотеть стать олимпийскими чемпионами. То есть, вот это все очень близко, поэтому мы согласились сразу. Отлично. Еще хотела бы сказать, да, вот насчет, как идею, почему это. Наверное, многие знают, что есть такой знаменитый всероссийский журнал Yoga Journal. Они, то есть, первоначально этот журнал был в Америке, да, выпускался. Они, вот, и этот журнал уже выпускается давно, вот, и они очень много в Москве организуют вот таких марафонов, акций, вот. И хотелось бы, то есть, такая идея вот зародилась как раз, потому что многие, да, и журналы смотрят, и как бы это все оживить массой, соответственно, у нас в Самаре понять. И поэтому мы хотели вот тоже как-то попытаться вот начать это. Ну да, хотим запустить, стартовать с таким проектом, да. Думаем, что все будет хорошо, и он продолжится. Наши планы. Слушайте, ну я так понимаю, что в последнее время Федерация Йоги в Самаре, она очень так шагает, мильными шагами, как-то какие-то городские мероприятия проводятся под вашей эгидой. Вот совсем недавно, относительно недавно прошел День Йоги, правильно? Да, мы проводим День Йоги, ну все центры города Самары проводят йоги, я хочу сказать, что из студии Йоги Айнгар постоянно мы проводим День Открытых Дверей. Это как проходит, тоже в своих центрах, понимаете, как-то вот все камерно, да. Сейчас мы хотим это все на… Вынести в массу. Да, мы хотим как раз это сделать, чтобы все-все-все студии, вот в этот раз как бы мы объединились со студией Айнгара, но в следующем году мы хотим провести это массово, мы хотим это на улице сделать, при поддержке всех студий города. Конечно же, чтобы все-все люди пришли и позанимались, и опять же оказали помощь. Хорошо, что ж, давайте по программе пройдемся. Ну действительно, я так понимаю, что это будет весь день, 20-е число. Рассказывайте, весь день, чем же занимать будете людей? Специально спланировали таким образом занятия, то есть их поэтому 6 занятий, да, у нас, чтобы и те люди, которые боятся вообще по каким-то причинам, да, прийти сюда, поэтому занятия, первые два занятия для начинающих, кто никогда не занимался или кто-то, да, занимался, когда-то что-то, ну вот хочет, да, возродить. Обязательно, где? Татьяна, я предлагаю поговорить о программе чуть-чуть попозже, потому что я так понимаю, что программа действительно насыщенная, а пока у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Алла. Алла, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы увлекаетесь ли творчеством группы «Самое большое, простое число»? Ну, видела один раз в интернете. Ну, хорошо, но вы к нам позвонили, быть может даже знаете, в каком году вышел первый альбом группы? Ну, 2007. 2007, да, действительно вышел дебютный альбом, генеральным продюсером которого стал Олег Нестеров, я вас поздравляю. Сегодня будете знакомиться поближе с творчеством этой самой группы. В «Ночной клуб «Звезда» отправляетесь вы, как забрать билетики, расскажем за эфиром. Спасибо большое. Кстати, ну, коль уж позвонили, не могу вас не спросить, быть может вы йогой увлекаетесь? Как вы? Эх, улетела у нас наш телезритель. Хорошо, не узнали мы, увлекаются ли телезрители йогой. Кстати, вы можете нам рассказать. 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь, расскажите, как вы относитесь к этому виду спорта, искусства. Действительно, йогу можно определить очень многогранно. Любите ли, быть может, 20 сентября собираетесь уже на благотворительный марафон, поэтому отправляйтесь. Так, хорошо, давайте по программе еще раз пройдемся. Так, ну вот первые два занятия, то есть направлены для новичков, чтобы люди попробовали, потом специально тоже поставили. В 11.00 начинается. Да, в 11.00. В 11.00 часовые занятия, каждый час разные направления. И поэтому мы поставили тоже разных преподавателей, чтобы и из Федерации, и из нашего центра тоже люди могли попробовать, познакомиться. Вот, потом также представлен женский класс, где показаны основные моменты женской практики, потому что у многих, да, есть проблемы, кто-то стесняется о них говорить, кто-то хочет, там, благополучно забеременеть и так далее. Вот, поэтому здесь... Это в 14.00. Да, потом, также детский класс обязательно, потому что тоже этот вопрос бы хотелось затронуть, ну, хотелось бы, чтобы все-таки родители приводили своих детей и, да, занимались. В 14.00 ждем детей. Обязательно, вот, то есть во всех центрах представлены детские классы. Угу. Там делите родителям внимание, пожалуйста, своим детям. Вот, потом представлен также динамический класс. Это, в общем-то, для молодых, да, которые могут... Для мужчин тоже хотелось бы, чтобы мужчины тоже больше, да, поактивнее занимались. И также последний класс. Да, последний класс, самый... На расслабление. Да, такой класс интересный. Это на расслабление. Называется йога-нидра. Это самое сложное. Мы будем учить чему? Отключить голову. То есть медитация. Да, это очень сложно. Поэтому всех приглашаем отдохнуть в 17.00. Последнее занятие будет. Да, давайте с вами проговорим, где состоится, собственно говоря, у нас. Да. Да, у нас это все будет проходить в Доме культуры «Современник», в специализированном зале, в зале йоги, на третьем этаже. В фойе мы будем встречать всех гостей. Что у нас будет в программе? У нас будет индийская флейта под аккомпанемент этого прекрасного инструмента. Затем будет представлен чай, будет представлен зеленый кабинет, вкусные зеленые коктейли с проростками. Также будут участвовать у нас ребята из Тольятти, которые без термической обработки будут угощать нас фруктовыми чипсами. Также департамент по физической культуре и спорта, представитель придет. Ну и, естественно, телевидение ГИС будет. Отлично. А нам сказали из «Амарской газеты». Хорошо, давайте возьмем с вами звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Как зовут, уважаемый телезритель? Николай. Как еще раз? Николай. Николай, очень приятно. Николай, ну, собственно говоря, с каким вопросом вы к нам поступили? Я хочу узнать, где это будет проходить. Где это будет проходить? В современном. Так, да, мы ответили, думаю, позвонили вы чуть пораньше. Ну, Николай, скажите, пожалуйста, вы увлекаетесь йогой? Либо новичок? Очень даже. Очень даже. На какой класс хотите пойти? Вот смотрите, у нас есть знакомство с йогой, но, собственно говоря, вам не нужно. Расслабляющая практика для мужчин, мягкая очищающая практика, либо йога-нидра, которая, собственно говоря, самая сложная, говорят. Или на все сразу? Да, или на все сразу, да. Последние. Последние йога-нидра, час релакса. Нидра-сон. Ну, осознанный. Так, хорошо, пока думайте, сейчас будем еще вам рассказывать по программе. Спасибо большое вам за звонок в любом случае. С 11 до 18.00 современник, третий этаж, ну и, собственно говоря, в фойе все уже начнется. Приходите, смотрите, думайте, куда же пойти. Давайте еще раз с вами пройдусь. В 11.00 йога для новичков. В 12.00 тоже знакомство с йогой. В 13.00 это детская йога. Родители своих малышей от 5 до 12 лет можете провести, пусть они попробуют, узнают, что же такое йога. В 14.00 женская практика. Ох, все дамочки, я думаю, как раз малышей вы уже сводите, потом сами пойдете, познакомитесь. В 15.00 расслабляющая практика для мужчин. Вот Татьяна, я расслабляющая. Она не совсем оказывается расслабляющая. Да, у нас есть немножко поправка. Да, это динамический комплекс, который желательно, то есть базовые здесь будут вещи рассматриваться, которые желательно выполнять каждое утро, чтобы зарядить себя энергией, то есть приветствие солнца. Вместо чашечки кофе, да. Так, в 16.00 мягкая очищающая практика, все верно. Ну и в 17.00 час сна и релаксации, как говорят. Да, не дрессон. Так, хорошо. Что ж, задаю вопрос нашим телезрителям, а после продолжим нашу беседу. Итак, разыгрываем билеты на концерт Волжского хора. Вопрос как раз связан с историей этого коллектива. Какой по счету концертный сезон открывает в этом году Волжский народный хор? 202.11.22. Собственно говоря, 21 сентября состоится концерт в честь этого. Ого! Звоните, говорите, какой же сезон по счету открывает Волжский народный хор, и тогда билеты достанутся вам. Кстати, на двоих людей, на двоих лиц, поэтому, я думаю, два человека отправятся с удовольствием на прекрасный коллектив, которым славится и только наша Самара, но и наша Россия. Так, хорошо. Ну, от вас узнали часть программы, очень многое предстоит, очень многое запланировано. От Надежды вы как подкрепляете, как поддерживаете? Мы оказываем информационную поддержку. У нас за время нашей работы образовалось большое количество друзей и людей, которые хотят принимать участие личное в наших проектах. Мы пригласили их всех. От нас будут подарки детям, которые придут на этот праздник. И все собранные средства, которые будут, собранные на благотворительном марафоне, они отправятся в поддержку детей из неблагополучных семей, которые занимаются спортивной секцией, на покупку им спортивного снаряжения, которое им нужно. Это очень хорошо и, главное, тематично. Есть у нас звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Рассказывайте, какой же по счету концертный сезон открывает в этом году Волжский народный хор? Возможно, это 64-й. Ну, прям, мне кажется, уверены вы в этом. Поэтому действительно, 64-й концертный сезон вы представляете. Вы представляете, какая история? 21 сентября Самарский академический театр оперы и балета, 18.30. Начнется просто-напросто замечательное, невероятное, яркое представление. На которое, кстати говоря, вы отправляетесь. Есть уже счастливчик с кем пойдете? Да. Кто? Передаем привет ему? Подруга. Подруга. Как зовут? Давайте передадим привет. Ольга, передаю тебе большой привет. Вот так вот, Ольга. Ну, я вас поздравляю, вы отправляетесь на концерт Волжского хора вместе с вашей замечательной подругой. И не могу спросить у вас, не спросить, занимаетесь ли йогой? К сожалению, нет, но вот в планах у меня занятых. В планах. Ну, я так предлагаю вам 20 сентября, собственно говоря, и познакомиться с этим искусством, с этим спортом, с этим смыслом жизни для кого-то является йога. Поэтому отправляйтесь, благотворительный марафон, мало того, что действительно для себя, но и, как мы выяснили, все деньги собранные пойдут уже на конкретный цвет. Хороший, конкретный проект покупки спортивной одежды детям, которые в этом действительно нуждаются. Ну, я так понимаю, то, что не так давно уже было, да, что-то такое. Вчера мы отвозили детей в крупный магазин спортивной одежды, для них провели экскурсию, показали, что как работает, как производится, и подарили часть необходимой им экипировки спортивной. Но, к сожалению, не все, поэтому проект остается открытым, и, в частности, спортивные шиповки, бутсы нам нужно докупить. Поэтому вот мы надеемся сделать это в воскресенье. Угу. Хорошо. Давайте проговорим с вами вот такой момент. Действительно, зовем мы в большей степени новичков, либо в большей степени уже таких любителей йога-движения в Самаре? Ну, нам хотелось бы, конечно, привлечь в большей степени новичков, и, конечно же, ждем всех любителей. И, несомненно, все придут, да, и... Да, обязательно, да, и наши, кто... Из студии АНГ, да, из центра обязательно. Из центра придут много любителей, тех, кто занимается уже у нас давно, на протяжении восьми лет, придут и такие. Ну, конечно же, мы хотим видеть новичков, привлечь еще больше жителей. А вообще, насколько сейчас популярна йога в Самаре? Как-то можно вот действительно ответить на этот вопрос? Либо он такой очень философский? Да нет. В общем, достаточно популярна. Вот, конечно, существует очень много студий отдельных. Также йога преподается просто в фитнесе, да, тоже очень популярна. Вот, просто в студиях, ну, как бы, уделяет еще больше внимания. В основном там все-таки люди с какими-то проблемами, да, взрослые люди, там, после пятидесяти женщины, которым вот уже фитнес как-то может не так удобно идти. Вот, также и очень взрослые люди, у меня группы есть, бабушки, ну, как бабушки, трудно назвать, даже 84 года. То есть вот такие, вот. Ну, да, группа пошла в возрасте, да. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы... Эти бабушки на голове стоят так, что еще больше покажет всем, да. Нужно обязательно быть внимательным, то есть всех обязательно, кто приходит, кто планирует начать заниматься, во-первых, они должны говорить о своих проблемах преподавателям, и с преподавателем тоже требовать, да, чтобы они тоже свои знания показали, вот. Потому что противопоказания существуют. Ну, просто когда ты действительно внимательна к своему здоровью, вот, то тогда все, да, нормально, то есть нужно. Коль, уже заговорили про преподавателей, ну, не могу не спросить, кто будет давать мастер-классы, назовем это так, да, мастер-классы, уроки, это же надо заинтересовать народ, заинтересовать толпу. Кстати, мне кажется, толпа придет все равно такая, стремящаяся к здоровому образу жизни. Кто будет преподаватель? Ну, если я буду перечислять всех остальных, все то же самое, то есть только профессионалы, поэтому, да. Которые умеют не только физически что-то показать, но и заинтересовать, потому что йога – это не только физические упражнения, все-таки, если говорить серьезно. Конечно, да. Серьезно, это что-то такое глубоко внутри сидящее. Да, то есть начинают все хотя бы, да, вот просто физическое, вот, чтобы ощутить себя, свое тело, вот, потом постепенно, конечно, они больше внимания, наблюдая за собой во время занятий, и потом они приносят это в жизнь, уже, соответственно, начинается трансформация какая-то, и, то есть ум, да, начинает все-таки успокаивать. Да, да, конечно, потому что ум имеет свою материальную, да, сущность, а сердце, соответственно, да, у нас такую космическую энергию. И вот все, эта вот практика как раз и она направлена на то, чтобы уменьшить колебания нашего, да, ума, сознания. Да, баланс. Вот, найти баланс. Поэтому, конечно, здесь будут представлены лучшие преподаватели из центра у нас тоже, то есть ознакомительное занятие будет Анна Ковтун проводить, вот, которая имеет тоже сертификацию. У нас международное, мы относимся к институту йоги Айнгара в городе Пуина, в Индии, вот, поэтому дипломы тоже все есть, можно в центре, они представлены. Также один класс я буду, и, скорее всего, старший преподаватель центра, основательница, вот, Нина Эрмансон будет проводить эту женскую практику, потому что самый большой опыт, это, конечно, вот, у нее. В общем, не заскучают. Я думаю, что мы постараемся. Давайте подводить итоги нашего сегодняшнего эфира, еще раз призываем, где, во сколько, когда, так, краткую информацию. Кого ждем? 20 сентября в 11 утра до 18.00 каждый час будут представлены разные классы по йоге. Ждем всех жителей города Самара, новичков, любителей, адептов. Советская армия 219, современник, начало в 11.00. Ну и, собственно говоря, проговариваем самую благую цель. Куда пойдут собранные деньги? Все собранные средства пойдут на проект фонда благотворительного, покупка спортивной одежды для детей из спортивной секции, дети из неблагополучных семей, которые в этом очень-очень нуждаются. Все, спасибо вам большое, что были сегодня с нами, ну и, конечно же, много-много интересного вас ждет еще 20 сентября, не только занятия йоги, но и какие-то интересные мастер-классы. До свидания, с вами была программа «Универсальный формат».